Всем добрый день, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить обзор на новый сервер Ragnarok Prime от компании 4GAME. Поговорим о настоящем, о будущем, расскажу о своих впечатлениях за неделю игры. Давайте по возможности это сделаем коротко, я ценю ваше время, погнали! Девиз Ragnarok Prime – новый взгляд на любимую игру. Я сначала немножечко не понимал, что это такое, но ЗБТ в принципе щупал, смотрел. То есть по тому, что я брал информацию непосредственно со странички сайта об игре, об измененных скиллах. И действительно, основываясь на базе ренювала, но абсолютно переделанные умения и в принципе концепт игры, мы получили действительно новый сервер. Это сервер Prime. Хорошо ли это? Знаете, да. Сейчас самый популярный комментарий за неделю стримов у меня был, блин, 2-19 лет тому, ну ладно, это перебор, там сколько там лет, там 10-12 играем в Ragnarok, вообще все по-другому, я ничего не понимаю, как качаться, что делать. Из-за этого огромное количество вопросов. Такое же количество вопросов увеличилось, когда, типа, блин, 2 года назад запускали Ragnarok Prime, а сейчас запускают Ragnarok Prime. Ну, типа, это же, ну, все же привыкли, что обычно продолжаются какие-то новые сервера, нет. Здесь актуальная версия, которая также присутствует на Корее, в нее играют. Корейцы также пересмотрели определенные вещи ренювала, которые нравились людям и которые не нравились, что-то убрали, что-то добавили, и в России появился Prime. Хорошо ли это? Определенно, да. Из самого здоровского, из чего я, в принципе, жду от сервера, это вот, я даже специально, как говорится, застрелил внимание, это вот вещи, которые я хочу очень сильно попробовать. Это новый класс от Низи, который будет в Кагеро и Абора. Обязательные стрелки, которые уйдут у нас в мятежников, это прям вообще must-have. И раса Дорамов. Я вообще, на самом деле, думал, что я не буду с самого начала, но, к сожалению, нет. Милые котики нам оставили на десерт. Я надеюсь, в скором времени мы их тоже потрогаем. К сожалению, на Корее я Дорамы видел около трех лет назад, по-моему, когда они появились. Ну, для меня это было что-то новое, я ничего не понял. Поиграл, наверное, может быть, несколько дней на корейском сервере, через лаги, через VPN. Вроде бы интересно, но, как говорится, на наших родных ру-серверах это гораздо получше сделать. Далее. Особенности Прайма заключены в восемь пунктов, которые сами ребята из фугейма выделили. Они все представлены здесь. Это и обновленный интерфейс, и награда достижений в игру, новые свойства оружия, оффлайн-торговля, к сожалению, которой еще нет, но скоро добавят. Смена снаряжения, теневая экипировка. Это тоже замечательно, можно прятать, можно на ходу менять. Давно пора было бы сделать такой свайп. PvP и тире PvE эквипа. Ну и плюс ко всему, по локациям также можно изменять. Это здорово, это приятно. Вообще, очень в Ракнарике всегда была проблема, очень плохой интерфейс. Его надо постоянно дорабатывать. Я считаю, даже спустя 18 лет игры он нуждается в кардинальной доработке. Очень много есть моментов, которые хотелось бы изменить. Конкретно здесь интерфейс, он поменен в лучшую сторону, но, как говорится, нет предела совершенства. Обновленная механика, как уже я говорил, и одна из интересных тем, это свойства оружия. Вот это вообще для меня неизвестная была тема. Да, открытие прайма, он оказывается на каждом оружии, есть определенные свои статы, вы можете сделать его гораздо круче, мощнее и жестче. Я... Все это упирается и в ковку, и в выбивание. Замечательная тема, как бы даю ей пятеру, и с этим можно, в принципе, как-то играть. Ну, действительно, для Ракнарика это вообще что-то, нечто новое. Обычное оружие или обычная выбитая вещь может полностью кардинально изменить твой билд. И таких вещей на рынке все больше и больше с каждым днем. Замечательно. Вот. Впечатления, которые я получил, играя на прайме за неделю. Это очень важно. Я хочу, как говорится, выразить вам в полной мере. Неделя Ракнарика. Неделя Ракнарика, неделя стримов и по 12 часов, и по 14, и по 7, и по 8. Нет, я не ударился в ностальгию, мне интересно. Игру я открыл заново. С самого начала прокачка идет в пати. Как это обычно, ну, то есть не происходит. Хотя в пати тебя преследуют до максимального левла. Кооперация, сообщество, вполне себе живой рынок. Говоря о минусах, естественно, вы прекрасно знаете, к чему вы придете в комментариях. Я хочу опустить. Во-первых, это тема, которая так или иначе лейтмотивом проносится через абсолютно все сервера, на которые проходила. Все мы про нее знаем. Я хочу поговорить про все-таки более позитивные стороны. Так или иначе, я говорю, на стримах вы придете со мной, можете еще обсудить. Но сейчас вот именно тот момент, который мне нравится. Кооперация в пати. Возможность выкачать персонажа, который тебе нравится за короткий срок. Это прям вообще замечательно. За счет того, что я говорю, упираемся в пати, ты выкачиваешь все, что тебе нравится. Переделываю интерфейс. Награда за ежедневный вход, я уже говорил. Ну, для меня это, для прогнарки, что-то новое. Поэтому одобряю. Что же такое? Система достижений. Интересно. Какие-то дополнительные плюшечки, награды. Ну, не могу сказать, что существенно. За 99.70 вы можете получить АК. Приятно ли это? Ну, конечно, приятно, если туда гостринга вытащить. Кстати, вопрос. Падает ли гостринг с АК? Да, это, да. Вот сейчас меня будут хейтить. Донат-магазин. Да, да, да. Почему да? Я вам сейчас объясню. В 2018 году, в 2018 году, когда стартовал непосредственно рестарт, я так мучился, я вам клянусь. Не было ни шапки змеи, ничего. Ну, я не знаю, у меня крайне от этого горело. Сейчас шапку змеи, конечно, не купить, но она хотя бы есть в арендованных снаряжениях на недельку. Есть ящик духов умбала, что мясом отхиливаться, рыбки нету. Но, в принципе, семидневки по 100 рублей очень демократично, если ты хочешь какого-то себе персонажа выкачать. А в целом, говоря о донате, ну, знаете, гачи так или иначе открываются, сундуки это все присутствуют. Присутствуют на старте, открывать их или нет, это уже ваше решение. Мне, вот, именно с точки зрения аренды, в принципе, по ценнику как-то адекватно все нравится. Плюс это ли? Ну, в целом, да. Я, по крайней мере, как на рестарте, два месяца, ну, почти сколько я, полтора месяца ждал, когда будет шапка змеи. Честно говоря, это было дичайшее мучение, когда ты играешь до 90-го левла без шапки змеи на БСе. Господи, кто помнит, как я стримил два года назад рестарт, ну, как бы, это, держитесь, братья, все теперь есть. Это прям облегчает прокачку в лед. Ну, и, в принципе, сейчас с учетом пати, это и, я говорю, чисто для соло-гейминга это классная вещь. И все остальные, расходы, декоры и прочее, ну, естественно, это все ваше. Премиумы, премиум ценник 450 рублей. Премиум дает следующие статы у нас, это и увеличение получаемого опыта, и темы 30%, увеличение слотов кафры и штраф при смерти. Ну, в принципе, стандартно, ничего не поменяется. Покупать премиум можно также на рынке за зене. В принципе, так или иначе, экономика здесь этим будет жива. Посмотрим, как будет дальше. Выводы по Prime, которые я хочу озвучить и, вообще, на что я надеюсь. Я часто спрашиваю это, я говорю. Очень хочется, чтобы в дальнейшем сервер не потерял путь развития. Мы дождались третьих проф и не затягивали с этим. Это моя личная просьба компании 4game. Я не знаю, насколько затянется, потому что уже 99.70 доберется быстро. Хочется уже увидеть и ганслингеров, и оффлайн-торговлю, и дорамы, и чтобы это было действительно за месяц. Prime — это очень быстро развивающаяся механика и сервер, который, если будет промедление, к сожалению, народ может загрустить. Понимаете, в игре, где нужна динамика, грусть вообще, в принципе, как бы не приветствуется. Поэтому большая просьба ускорять этот процесс. Но это лично от меня и от ребят. Позитивные выводы. Приятная неделя на Prime. Вернулся в мир Рагнарька. И, знаете, вполне себя прекрасно чувствует. Буду продолжать стримить, смотреть, как это все будет заходить вам. Надеюсь, мы увидимся в прямых эфирах на Twitch. Ссылочка, как всегда, в описании. Для вас же в описании этого видео я приложу ссылочку на Prime, чтобы почитать больше про механику, про скиллы и, соответственно, про весь сервер. Мои позитивные эмоции и подсказки новичкам будут на Twitch. Всегда вас буду рад там видеть и помочь с тем или иным вопросом. А с вами был Юга. Юга — это обзор на Ragnarok Prime. Забегайте, заходите. Увидимся в прямых эфирах и на YouTube в комментариях. Под этим роликом оставьте ваше мнение. Хотите ли вы играть, хотите ли вы ворваться или что вам нравится и что не нравится, обязательно вместе с вами это обсудим. До новых встреч и пока-пока.